Добрый день, коллеги! Спасибо еще раз, что есть возможность выступить. У меня сегодня есть предложение поговорить о друзьях наших меньших, то есть о монете. О чем я хочу прежде всего сказать? В принципе, самая главная задача монеты – это то, чтобы она находилась в обороте, то есть она заметна более чем банкнотой, устойчива к всяким трудностям жизни, к истиранию, к всяким загрязнениям. Но на самом деле, на примере современной российской действительности, если взять из отчета, публикуемого на сайте Банка России, видно, что количество монет, выпущенный в оборот, постоянно и стремительно растет. Уже сейчас достигло примерно 400 монет на одного жителя России, включая младенцев. То есть у каждого в кармане должна быть как минимум килограмм монет. При этом реально, конечно, в карманах у людей 5, 10, 15 монеток максимум. Куда же остальные монеты деваются? А вот об этом я и попытаюсь свой построить доклад. Прежде всего, хотелось бы посмотреть на ту же самую статистику в разрезе номиналов. И здесь мы видим, что вот рыжим – это 10-копеечные монеты. Их идет постоянный уверенный рост объемов выпуска этих монет. При этом монеты других номиналов относительно стабильные. Ну, копейка и 5 копеек, как вы знаете, уже давно, в принципе, не выпускаются в оборот. Вот поэтому их объемы одинаковые, стабильные. А вот идет, конечно, рост 10-рублевой монеты, которая активно замещает банкноту соответствующую. И на сегодняшний момент ее объемы и обороты самые большие среди всей монеты. Но еще раз посмотрите, как растет 10-копеечная монета. И такой же рост, но немножко в меньшем масштабе, можно наблюдать по голубому цвету. Это по 50-копеечной монете, которая уже по количеству выпущенной в обращении монеты достигла рубля. Но это все выпущенное. То есть статистика Центрального банка говорит о том, сколько монеты выпущено. А сколько же реально из нее ходит, сколько реально возвращается. Откуда может возвращаться в банке монета? В принципе, по примеру нашего банка, есть 4 основных источника поступления, возврата монеты в банковскую сферу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!